Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять шоу Оли Галкамоли и его ведущий Милана Орехова. Напоминаю, что наше шоу выходит при поддержке спортивного сайта «Спорт день за днем». Сегодня хорошая солнечная погода, золотая осень еще не закончилась, прекрасное время для прогулок и встречи со старым другом Алексеем Комовым, которого многие знают под именем сценическим «Диджи Косинус», а также по проекту, который в основном направлен на иностранную аудиторию – это The Skulls. Все верно, я с вами. Очень приятно, на самом деле, видеть, действительно, не побоюсь еще раз повториться старого друга, потому что Алексея… Старого молодого. Старого молодого друга, да, который прекрасно выглядит, несмотря на свой почестный возраст. И сегодня мы с Алексеем займемся тренировкой TRX в клубе «Фитнес Хаус», потому что, несмотря на то, что голодая осень сегодня закончена, несколько прохладный для аутдор-тренинга, особенно для человека, который большую часть времени проводит в штате Калифорнии. «Битч-бадди-полиция». Анастасия Арзина – тренер сети «Фитнес Хаус», специалист по различным функциональным тренингам, хитрым, в частности, по тренингам в подвесных конструкциях, в простонародье называемых TRX. И сегодня мы покажем вам, как можно извращаться при помощи этих приспособлений. «Я думаю, тренироваться, не извращаться. Возвращаться – это не сегодня. Но это будет позже, позже и в бассейне. У нас немножко, может быть, дорогие зрители, проблем со звуком, потому что мы, я напоминаю, находимся в клубе «Фитнес Хаус». Здесь достаточно сложная конфигурация из-за того, что здесь прекрасный спа. Возможно, вам посчастливится увидеть пару кадров. Здесь занимаются спортом, никто не говорит. Вот и все. Да, поэтому мы тоже будем кратки. Я скажу пару слов еще раз о вот этих вот прекрасных петлях. Это петли TRX, придуманные американским военным для того, чтобы по-тихому можно было тренироваться в джунглях Вьетнама и не быть расстрелянными вьеткотковцами. А если ветка обломается? Тогда все, тогда все, тогда петли, сделанные из парашютных строп, достанутся вьеткотковцам. Так, ну что, мы начнем с самого-самого распространенного простого упражнения. Мы начнем с приседаний. У нас сегодня будет два варианта. Милана будет выполнять более упрощенный вариант. Леша будет выполнять усложненный вариант с помощью петель. Не зря же они здесь 70. Точно. Ножки чуть-чуть шире плечи. Носочки разворачиваем во внешнюю сторону. Колено всегда уходим за носком. Спинка остается прямой. Контролируем пресс. Контролируем положение спины. Ручки кладем на плечи. Локти поднимаем вверх. Выполняем приседания на вдох. Встаем на вдох. Выравниваем стропы. Здесь есть шов. Выравниваем стропы по шву. Дальше. Петли проходят между плечом и корпусом. Мы встаем на носки. Вес уходим на переднюю часть стопы. Стропы находятся под нижней части грудей. На вдох. Выполняем приседания. На выдох встаем. Подкручиваем это раз. Вдох. Выдох. Чем сложнее? Больше баланса. Больше получаются ягодицы. Больше получаются живот. Ну и нож в расходе. Ну, кстати, очень кафе. Конфорт. Когда садишься вверх для внимания, то спинка будет хорошо. Клиометрические выпады. Клиометрические упражнения особенно хороши для прокачки мышц ног. Так, чтобы они прорисовывали. То есть мы одну ногу делаем, а потом меняем. Потом поменяешь? Конечно. После делаем. После, знаете ли, сегодняшней инсейнити, сделанной с утра дома. Продолжаем. Продолжаем. Я просто в восторге. Вы знаете? Продолжаем. Другое место. Продолжаем. Ты даже далеко не упрыгаешься на голову. Продолжаем прыгать. Класс. Обратите внимание. Вы лежите на животе. Шея является продолжением позвоночника. Представьте, что вы все время смотрите себе на грудь. Мы покажем самый простой. Вместе с динамикой. Мы выполняем вдох. Выполняем подъем корпуса. Какая ошибка, да? Прекрасно. Ну ладно, ну что, когда лежит? Да. Я жду, когда надо все делать. Жена. Ну что делаешь? Все? Да, все. Прикольно было бы еще, если бы зрители тогда будут смотреть это и тоже отжиматься начали. Я могу сказать, геноцид против жира и травмности мышц очень утомительное дело. И требует того, чтобы мы восполнили запасы жизненной энергии, перейдя в ресторан «Евразия», который находится на нижнем этаже этого спортивного комплекса прекрасного. Тем, кто ходит в фитнес-хаус на Крестовском, очень повезло, потому что они могут сразу же поесть после тренировки. Тортик. Тортик мы готовить не будем. Мы приготовим такое блюдо, которое называется «Болл», и он будет с креветками, овощами. К сожалению, Анастасия нас покинет, потому что ей нужно мучить следующих подопечных. Друзья, всем спорта, всем функциональных петель, функциональных тренингов и вообще всего самого функционального и также баланса. Не переключайтесь! Здравствуйте, дорогие друзья! Я с вами кулинарная часть шоу «Леглакомоли» и напоминаю, что меня зовут Милан Орехова, и в гостях у нас сегодня Алексей Конжин. Тоже. Он же «Дитей Косинс», он же «Проект The Skulls», он же мой старый, но при этом молодо выглядящий друг. Я думал о книге, кстати, но все-таки книга «Молодость». Молодость. Пока еще можно, да. Говорят теперь по градации возрастной Всемирной Организации Здравоохранения. Мы сегодня в другом ключе упомянем, чем обычно. Мы постоянно зрители должны знать, к чему я веду. Но, тем не менее, про возраст. Теперь с 60 лет только зрелость начинается, поэтому… А, ну то есть я вообще молод. Мы еще долго будем молодые и прекрасные. И, кстати, раз уж я упомянула Всемирной Организации Здравоохранения, давайте мне вот эту прекрасную тыкву. Мне кажется, весит она пару кило. Это значит, что на 5 дней взрослому человеку хватит этой тыквы для того, чтобы получить нужную порцию овощей, которые он должен каждый день получать. Знаешь, да, что Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует по 400 грамм овощей в день. В вашем случае, я надеюсь, что я тебя сейчас правильно посчитала, но в любом случае я училась в школе с углубленным изучением языков, а не математики. Поэтому, если дотошный зритель подсчитает на калькуляторе, что я была. Ну, раз правильно, то и прекрасно. Ну, ты одни и тыкву. Её можно есть многими разными способами. Но ты сегодня нам покажешь это. Один из вариантов. Да, мы её добавим в боу. Да, давайте сразу я расскажу, что мы сегодня будем готовить. Алексей у нас, так сказать, практически постоянный резидент солнечного Лос-Анджелеса. Мы сегодня приготовим боу, боу с креветками. Болл это, собственно, по-английски миска большая, да, в ёмкости. И оно уже указывает нам это название на способ подачи. То есть, это какой-то основной продукт берётся. Правило, это либо может быть овощной болл, либо болл с какими-то там белковым, белком животного происхождения. Мы сегодня будем боу с креветками готовить. Конечно же, тыква, так как это сезонный локальный продукт. А мы за то, чтобы использовать как можно больше в рационе сезонных и локальных продуктов. Благо, что осень – это для этого благоприятное время. Урожай тыквы в длинобласти прекрасен. Также у нас тут сегодня знаменитый Монгольд. Чем темнее зелень, тем больше там антиоксидантов. Поэтому пользы будет очень много. Петрушка, кстати, тоже с моего огорода. Я помню, что моя прекрасная продюсер, которая сегодня оделась в брачные петербургские тона, чтобы контрастировать с прекрасной погодой золотой осени, во всей видимости, не очень любит у нас кинзу. Поэтому я привезла петрушку. Все наши блюда – это не бутафория. Они действительно красивы, вкусны. Так же, как на кадрах, которые нам делает фотограф на бэкстейдж. И вы потом все рецепты с фотографиями можете найти на нашем аккаунте в Инстаграме, который называется «Шоу Оли Глакамоли». Мы вернемся к тому, чтобы восполнить потерянную за тренировку в лавне. Да. И приготовим такой нехитрый напиток с красивым названием «Гидромель». По сути, это просто теплая вода с лимоном и медом. Идеально, я бы сказал. Да. Я обычно еще имбирь туда добавляю. И тогда я не болею никогда. Имбирь мы добавим с собой в креветки, которые пойдут в боус. У нас теплая вода. Напоминаю вам, что мед теряет свои полезные свойства, когда температура выше 37 градусов по Цельсию. То есть вода должна быть комнатной температуры. Комнатной температуры, да. Но при этом холодная вода даже не только из-за того, что мед у нас не растворится в ней. Вообще, в принципе, очень холодные напитки не рекомендуется пить в любое время года. Они не так хорошо усваиваются нашими клетками, как теплая вода. То есть не горячие, сильно напитки не полезные, не сильно холодные. Как мы уже заметили во время нашей тренировки, самое главное – это баланс. И вот баланс, он важен не только во время функционального тренинга в петлях или без них, а вообще во всей нашей жизни. Я вот, кстати, твое интервью какое-то читала. Не то, чтобы я там забыла что-то за годы нашего долгого знакомства, но захотелось что-то новое найти. И вот там как раз было какое-то интервью твое до йога-журнала, где ты как раз узнал про баланс. Скажи, может быть, пару слов про свой путь в мире спорта. Мой путь. Который начинался, я помню, с детства, а потом у нас были увлечения, когда мы все вместе ходили в зал, железки какие-то. Что дальше происходило? И были формы разные. Дальше происходило, то есть, в принципе, я действительно всегда занимался спортом. Раньше в детстве занимался легкой атлетикой, бегом. Потом стал заниматься просто в зале, как Милана сказала. Потом стал что-то для себя искать. И из-за того, что были проблемы со спиной, начал заниматься йогой. И йога, на самом деле, меня привела не только… Ваше здоровье. Ваше здоровье. В общем, йога помогла мне с моими всякими ощущениями новыми своего тела и помогла с медитацией. Медитация – это баланс, да, определенный в твоей голове, в твоем сознании, в твоем восприятии вообще мира. Это очень важно. Сейчас я занимаюсь, ну, как говорят, модно, да, функциональный тренинг. Ты работаешь со своим телом, работаешь только со своим весом. И хочу сделать аэронлайн в этом роде. Я думаю, что я это смогу сделать. Конечно сможешь. Да, это непросто. И, опять же, надо без фанатизма готовиться к этому мероприятию. Очень много у меня друзей это делало, но они делали это за период шести месяцев. И очень страдало здоровье. А где ты будешь проходить? Я хочу в Америке это сделать, потому что температурные условия мне больше подходят. Да, я понимаю, потому что когда я вижу своих друзей, выкладывающих подготовку к триатлонам различным, у них там костюм самой максимальной толщины, гидрокостюмы, там еще и парочку. Ну, это герой, я считаю. Это тоже определенный экспириенс. Такое надо действительно... Преодоление себя. Да, да, да. Ну, да, действительно, не забывайте за погони к каким-то рекордам, да, вершинам своим собственным новым. Не забывайте о собственном здоровье, потому что его гораздо проще сохранять, чем потом каким-то образом восстанавливать. Скорее проще потерять его, чем потом сохранить уже и восстановить. Ты прям говоришь как петербуржец, как будто я в Лос-Анджелесе живой. На самом деле потерять его можно очень легко, если ты ходить без каких-то грамотных подходов к тренировкам или к питанию. Потому что очень много у меня было разных экспириенсов. И я, ну, по-разному вообще... Не сказал бы, что это были эксперименты над собой, но и в плане питания, и в плане спорта подходил. Я всегда наблюдал ряд людей, которые так фанатично, знаешь, увлекались всякими моментами и по питанию, и вегетарианству. Что ты убрал из своего рациона вообще? Знаешь, я на самом деле понял, что... Ну, я делаю периодически чистки определенные. В основном это какие-то азиатские практики, когда ты просто отказываешь в каких-то видах продуктов. Ну, как временные такие детоксы, да? Да, да, да. Потом ты возвращаешься или так? Да, ну, потом постепенно, и когда понимаешь, что full, надо сделать опять какой-то детокс. Ну, конечно, ты не ешь мясо, да, насколько я помню? Да, я стараюсь отказаться от этого продукта, потому что мне, на самом деле, не то, что я там фанатично в плане каких-то там своих мировоззрений, я просто понимаю, что мне тяжело. То есть я питаюсь теми продуктами, после которых у меня много энергии, и мне действительно легко жить. Классно работает у тебя мозг, ты не тупишь. Вот, морепродукты. Мы сейчас начнем мариновать креветки. Я тебя попрошу, знаешь, что сделать? Сейчас покажу твои досочки. Давай. Так, вот берешь его и надавливаешь. Ты знаешь, мне кажется, проще порезать. Нет, так достаточно аромата даст, и не пригорит, когда нам готовить будут. А, окей. Надо весь, да? Нет, весь не надо. Сколько? Я думаю, штучек 5 нам достаточно. Окей, 5, еще 4. Вот у нас тигровые креветки. Когда вы готовите креветки дома, не забывайте, пожалуйста, не только шкурку с них снимать, если рецепт приготовления без чешуи хитиного покрова, точнее, если быть более точным. У них есть кишечная вена, ее нужно обязательно вынимать, потому что... Ну, потому что просто не нужно... Потому что не нужно есть, как бы, содержимое вот этого кишечника креветочного, так скажем. Я сделаю. Передай, пожалуйста, соевый соус. Пожалуйста. Чеснок мы складываем в креветки. Так, а вот, кстати, твой любимый имбирь, который нужно порезать. Тонкими слайсами. Такими, да, какими-то прозвольными кусочками, просто чтобы он дал сок и аромат нашим креветкам, которые помаринуются в смеси соевого соуса, чеснока и имбиря. Весь? Не, имбирь вообще идеальный. Я очень люблю. Имбирь – это вообще краеугольный камень питания в дни вот этих промозглых осенних сербуржских там ливней всяких. И вообще и зимой тоже. Да и, в принципе, летом домашний лимонад. Не, я вообще всегда соберем, и это классная тема. Отставляем креветки замариноваться. За основу мы возьмем рис. Но если совсем придерживаться питания, когда хочется снизить колораж, то тогда можно, в принципе, вообще никакой углевод в боу не класть, а ограничиться овощами различной зеленью и белковой составляющей. Мы немножко рис положим, да, наверное, я как-то очень проголодалась сегодня. Для боула мы возьмем креветки и рис. У нас сегодня японский рис, как для суши. То есть я вот, на самом деле, может быть, это не самый мега полезный вариант, но я считаю, что нельзя себе отказываться, опять-таки, в маленьких радостях. Лично для меня белый рис вкуснее, чем бурый и так далее. Поэтому, опять-таки, если он не составляет основу рациона, то иногда можно, особенно если ты много физической активности в этот день имел. У нас будут креветки, рис, тыква. Тыкву мы используем в сыром виде сегодня. Кстати, для тех, кто тыкву не любит приготовленную, потому что у меня там какой-то якобы приискут или еще что, попробуйте. Действительно, найти свой любимый сорт тыквы и попробуйте ее в сыром виде. Это действительно вкусно. Монгольд с огорода украсим петрушкой. Добавим, конечно же, авокадо, потому что довольно глакамоле не может жить без авокадо. Авокадо идеально. Огурец, немножко тофу положим, украсим чукой. И нам еще предстоит, помимо того, чтобы нарезать все ингредиенты для болу, мы с тобой вместе этим займемся из кунжута приготовить ахини соус. Это кунжут с оливковым маслом. Окей, я стартую с ним, да? Ты стартуешь. Да, давай мы пересыпаем. Как-то эффектно. Ну, тут уже не до эффекта у нас. Ну, как же не до эффекта? Мы же снимаем кино. Приятно иметь дело с гостем, который действительно так относится к процессу. Ну, да. Теперь тебе нужно аккуратненько взять эту мраморную ступку. Наверное, надо отодвинуться. И вот это нужно в такую однородную массу все размять. Окей. Вот у каждой тыквы есть такая мякоть, в которой прячутся семечки. Если вам не лень и вы хотите полакомиться полезными тыквами семечки, которые обладают хорошим, очень антипаразитарным эффектом, это вот вопрос о чистках, детоксах по всему прочему, то можно их извлечь, промыть, подсушить и употребить. Самый жесткий детокс, который у меня был, это 30 дней ты не жуешь. Как пусками глотать? Нет, вся пища, которая, она вся просто такая вреднистая. Сначала у тебя происходит чистка, потом у организма появляется больше времени на работу. Да, из-за поведения всяких токсинов, шлаков, энергии. Да, больше энергии. И, соответственно, у тебя начинается работа уже с твоими клетками на клеточном уровне. Такого жесткого не придерживалось, наверное. Да, твое тело начинается, ну, как бы просто начинается омоложение. А что самое интересное? Вот он, секрет прекрасной формы физической. Слушай, ты знаешь, мне кажется... Мне кажется, этот кунжут мы так не смолим. На это блюдо будем перекладывать те ингредиенты, которые мы уже порезали. Вот Алексею у нас достается огурец, его нарежем такими кружком, такими-то слайсами. Авокадо вот у нас тоже уже готов. Так, нам нужно еще порезать тофу. Тофу такими кубиками, знаешь, как миссисуха. На самом деле, в стеблевой части многих растений больше всяких полезных веществ, чем в листьях. Петрушку мы, наверное, рубить не будем. Мы ее просто можем... Мы ее сверху, да, выложим. А вот листики монгольда можно порвать. Кстати, из стеблей монгольда и вообще из козеля непрекрасные смузи получаются. И они намного более полезны, чем фруктовые. Чем шпинат, да? Ну нет, шпинат – это тоже овощи. То есть я имею в виду, что чем делать, например, банан, там какие-то ягоды... Не, ну это вообще не. Фрукты, да? То есть там много сахара. Ну это полезнее, чем свежевыжатые соки, конечно, беспорно, потому что там есть мякоть, которую ты усваиваешь. Но если есть возможности, и не особенно отвратительно вам кажется эта мысль, то лучше отдавать предпочтение зеленым смузи на основе все-таки овощей всяких и зелени. И добавлять туда, опять, для вкуса можно киви немножко там, иногда там зеленые яблоки добавлять. Но если много, то слишком кисло будет. Ну, киви разные бывают. Киви-болкс, кстати, но он уже не зеленый, когда это будет не зеленый смузи, такой, почти зеленый смузи. Расскажи, чем вообще отличается образ жизни твой там, в Лос-Анджелесе, от того, что здесь. Так, музыкальный образ жизни, музыкальный спортивный. Пишу музон, сижу на студии и нон-стоп работаю, много выступлений. И люди более креативные, открытые. И, конечно, много музыкантов со всей планеты съезжается туда. И каждый день это что-то новое. У местного населения, ну, достаточно специфический такой подход у него, конечно же. Я не буду говорить, чем они любят заниматься часто там, но... Нам это Ксения Никитина рассказывала, которая живет в Лондоне, сейчас тоже, конечно, коллега по музыкальному цеху твоя. Когда я спросила, много ли англичан аутдор-тренингами занимаются в парках многочисленных лондонских. Она сказала, что они аутдор-тренингами занимаются в пабах. Это... да. Это да. То есть, ну, мне казалось, да, что в Калифорнии такой пульт все-таки... Нет. Да. Вот очень... Вот ты знаешь, это все миксуется. И, действительно, люди постоянно после работы идут в зал. То есть, они тренируются, занимаются собой или занимаются на пляже. То есть, много-много... В принципе, каждый день ты с утра встречаешь каких-то бегунов. Потом на пляже ты встречаешь просто ребят, кто кроссфитом занимается там или еще какими-то там темами. То есть, без остановки кто-то чем-то занимается. Я против всяких допингов и я за здоровый образ жизни, за такой классный, позитивный, солнечный. А что вот помогает тебе, так сказать, держаться на плаву молодости и здоровья с учетом того, что ты все-таки ведешь ночной образ жизни? Ну, кстати, там я меньше веду ночной образ жизни, потому что, опять же, режим совершенно другой. То есть, там более вечерние тусовки? Да, они там вечерние, дневные и совершенно все по-другому. Господа продюсеры петербургских вечеринок, пожалуйста, давайте вот как рут-топ у нас с 6 вечера начинается. Почему мы в зимнее время тоже не устраивались? На катке, допустим. Сейчас нам принесут приветки, а мы пока начнем раскладывать ингредиенты в боллы. Вот у нас сегодня такие боллы строгой квадратной формы. Так красиво сделаем такую простынку, подложечку. Сюда сверху выкладываем риса. Сколько? Одну ложку? Ну, ты сколько хочешь там съесть, вот столько и толок. Потом мы выложили листики нори. Вот наша паста тайхини, мы ее тоже сюда перекладываем. Дальше мы берем огурчик, выкладываем его. А я наблюдаю. Мы выкладываем такие красивые, так рядом с огурчиком, контрастные, чтобы были стебли нашего мангольда. Кинем еще вот сюда это. У нас на стене еще одна прекрасная картина, которая в свое время участвовала в художественном проекте Food as Art. Кочевала по различным ресторанам Петербурга. И вот сейчас как раз мы переложим тыкву. У нас чистые руки в классике сырой тыквы. И, конечно же, очень волнительный момент нарезка чего-то и попытка смотреть в кадр. Ну, до конца я разрезала, но если есть европейскими приборами, то... То подойдет. То нормально. Да. Сейчас это все еще... Лимоном с плотаренью чуть-чуть. И креветки. И чука еще. Да, кстати, и тофу не забыли. И тофу. Тофу, и чука. Наверное, мы весь не будем выкладывать? Ну, блюда все ярче-ярче. Да, у нас на самом деле девиз на эту осень в Шоу или Глакамоле использовать как можно больше ярких цветов в продуктах, поскольку как раз осенний сезон, он благоволит нашему кредо. Сейчас мы выложим креветки и, собственно говоря, наше блюдо будет готово. Я напоминаю, что сегодня мы готовили волк с креветками. Вот наши креветочки. Мы их замариновали в соевом соусе с чесноком и имбирем. Они такие вот очень ароматные. И последняя хвостатая креветка отправляется в мой волк. Ну, что получилось, что у нас все очень даже симпатично. Мы сейчас это с удовольствием съедим. Попробуйте. Я очень доволен светом. И это уже такое настроение, знаешь, солнечное у тебя. Да. Тебе сегодня повезло. И аромат. Единственный солнечный день в Петербурге был сегодня. Еще и такая еда. Ну, что, дорогие друзья, мы приготовили прекрасный болл с сезонными и не очень овощами. С двумя видами шварских водорослей. И креветкой. Тигровая креветка. Замаринованные в верну соусе с чесноком. И самое время ее попробовать. Это очень холст туп. Приоблемо сюда. Приоблемо сюда. Еще Оли Макамоли. Да. Которую мы всегда угощаем наших гостей едой, которую они помогли нам приготовить. И она всегда максимально полезная, вкусная и, конечно же, красивая. Я забыла сжигать самый, собственно, сокровенный вопрос, который мы задаем каждому гостю, который приходит к нам в шоу. Если представить такую ситуацию, что ты знаешь, что тебе придется оказаться на неопределенном количестве времени на необитаемом острове, какие три продукта ты возьмешь с собой? Точно авокадо. Сто процентов. Имбирь возьму. Кстати, круто. Я не такой вариант, я первый раз слышу. Он... Ну, потому что он как бы витаминный, он... Обеззаразивает. То есть это вообще супер тема. Суперфуд, да. Суперфуд. И еще что-то, чтобы я взял. Ну, вообще нужна вода. Вода, имбирь и авокадо. Я выживу. Да, бесспорно. Я думаю, что выживешь еще и похорошеешь. Да, да, да. С нами был Алексей Комов. Он же... Он же. Он же. Он же проект заскал. Он же мой старинный, молодо выглядящий всегда. За счет вот этого блюда точно. Да, помолодеешь. Еще лет на 300. Ничего, да. И с вами было шоу Ольга Камолин. Не переключайтесь. Ешьте больше овощей. Занимайтесь спортом. Всем баланса и авокадо.